Приветствую вас. Ну, конечно, по такому короткому сообщению довольно сложно идентифицировать вашу проблему, довольно сложно понять, что у вас за проблема, вот. Но, поговорите, что вы не видите смысла жить дальше. А скажите, пожалуйста, а ранее у вас этот смысл был или его не было? Вот можете ли вы сказать о том, каков был ваш смысл жить дальше, до этого, ранее? Какие у вас были смыслы? И когда наступил кризис? Каких смыслов? Видишь ли? Вот довольно интересная ситуация складывается, вот именно если говорить о контексте того, что вы пишете. Я поясню, я поясню. Интересная ситуация складывается вот по какой причине. Дело в том, что вы говорите, что у вас темная полоса наступила. Проблема заключается в том, что, как закрываю, у вас не темная полоса. Дело в том, что у вас просто наступил кризис моделей поведения, то есть привычные модели поведения, которые были актуальны для вас, всегда перестали давать эффект. Перестали давать результат. А вы, по сути делам, новых моделей поведения себе не придумали. Не смогли, не успели, не осознали. Стоп. И так далее. Что такое смысл жизни? Это вот очень, знаете, очень такая распространенная теоретическая конструкция, но далеко не все знают, что реально за ним кроется, за ней кроется. За этой теоретической конструкцией. Смысл жизни – это тогда приобретает значение, если угодно. Когда человек осознает свои ценности, когда человек осознает свои мотивы, свои идеи, свои стремления. Когда человек не просто дальше это осознает, когда человек действует, исходя именно из своих ценностей. Так вот, вопрос к вам у меня, который я бы хотел вам задать, он выключается на самом деле в следующем вопрос к вам. Вот скажите, какие у вас ценности? Скажите, какие у вас стремления? Скажите, какие у вас идеалы? Вот просто, пока, просто, скажите об этом. Вот попробуйте это сказать, попробуйте это проговорить. Потому что, на самом деле, ситуация это ведь какова. Вот на самом деле. Ситуация на самом деле такова, что вы потеряли свои ценности. В какой-то момент вы просто-напросто стали жить как-то иначе. Вы потеряли себя. Потеряли свои жизненные ориентиры, если угодно, да? Понимаете, о чем я говорю? И вы начали действовать не в своих идеалах, не в своих рамках. И отсюда у вас, как раз таки, возникли вот эти самые черные полосы и утили смысл жизни. Значит, что нужно сделать? Ну, во-первых, во-первых, сначала нужно определить ваши ценности. Вообще, какие они? Что я из себя представляю? Ценности ваши. Потом, нужно проследить ваш жизненный путь. То есть, вот, как вы, например, жили, что вы, например, делали, чем вы, например, там, скажем, занимались, какие у вас были жизненные трудности, допустим, и так далее. Вот, жизненные трудности проработаем, поймем, какие они у вас были, эти самые трудности. Сможем понять, в какой момент вы стали действовать не так, как вы могли бы, не так, как вы хотели бы, не так, как диктовали вам ваши ценности и прочее, прочее, прочее. То есть, мы должны определить, в каком моменте, в каком аспекте, когда произошло отклонение от первоначально выбранного вами курса. И вот, когда, если мы это сделаем, то я думаю, что проблем с тем, чтобы вернуть вас на прежний курс, не будет. Главное, чтобы вы хотели сами это вот делать. Главное, чтобы вы хотели сами этим заниматься. Главное, чтобы вы сами желали это сделать, сами желали найти, вот, так сказать, точку отсчета в вашем поведении, когда вы стали двигаться не в своих целях, не в своих идеалах, не в системе своих идеалов и так далее. Вот, если подобное вы сделать сможете, либо сами, что вряд ли, либо с помощью психолога, что наверняка, вам станет гораздо яснее, гораздо четче видно, что именно из того, что вы делаете, что именно из того, что вы совершаете, что именно из того, что вы претворяете в жизнь, не является правильным. И тогда смысл жизни для вас вновь появится. Тогда вы вновь увидите этот самый смысл жизни и вновь вернетесь к нормальной жизни. Я бы хотел, чтобы вы постарались для себя это понять как можно лучше, потому что на самом деле ситуация довольно стрелотная. Если вы не вернетесь к претворяете в себе, то, боюсь, что последствия этого могут быть довольно необратимыми. Я хотел бы, чтобы вы вот этот момент постарались для себя понять. То есть, дело здесь не в том, что я вас как-то, знаете, там, пытаюсь напугать, да, и так далее. Дело здесь не в том, что я пытаюсь как-то вас принудить к тому, чтобы вы вот обязательно подписались на консультацию, там, и так далее. Нет, дело здесь не в том, что вы уже сейчас говорите, что не видите смысл жизни, а потеря смысл жизни – это потеря собственных ценностей, ориентиров, по сути дела. И эти ориентиры нужно восстанавливать, нужно восстанавливать ценности, личностные ценности, личностные ориентиры, личностные идеалы и так далее. Это работа. Поэтому, если вы готовы к этой работе, то я радости вам помогу. Ну, и любой из наших экспертов, я думаю, тоже. Пишите. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас какие-то вопросы дополнительные остались, пишите в личку, я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.